Не то, что падает интерес, а скорее, как держаться энергетически на высоком уровне после основной работы. Мне интересно, а вы готовы учиться у современной женщины? Если да, чему бы вы учились у женщины в первую очередь? Расскажите, пожалуйста, как вы поддерживаете свое здоровье? Что едите, что пьете, как отдыхаете, занимаетесь физкультурой, какой у вас распорядок дня? Вы когда-нибудь занимались спортом? Какие успехи вы достигли? Сайднур Раджабович, у меня короткий и простой вопрос. А какой вы сами ученик? То есть, как ученик, кто вы? Какое самое частое возражение со стороны своих слушателей и подписчиков вы встречаете чаще всего? Откуда растут его корни? Как вы обычно отвечаете на него? Престая сколько вопросов. Открыть свою аптеку, ему придется потом это делать. Прицели, чтобы помогать большее количество людям. Здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо, что смотрите нашу рубрику «Вопросы до Влатова». Ставьте лайк под нашим вопросом, под нашим рубриком. Рекомендуйте наш канал своим знакомым друзьям. Поделитесь нашим ответом. Поделитесь нашим записом своим друзьям. Кто нуждается в этих ответах. Принесите их жизнь лучше. Делитесь созидающими действиями. Совершайте созидающие действия. Когда вы станете причиной улучшения жизни других людей, всегда жизнь вознаграждает вас. Хочу ответить на несколько вопросов. Пожалуйста, нажимайте кнопку, которую вы внизу видите, чтобы было видно вам почту, куда можно написать свои вопросы. А в комментариях просто пишите свои комментарии. Следующий вопрос. Как быть, когда приходится совмещать каждодневную работу то, что для меня так актуально, и параллельно делать свой бизнес, и отрываться при этом, на работе не раздражаться, не третать энергию, интерес? Не то, что падает интерес, а скорее, как держаться энергетически на высоком уровне после основной работы, когда нужно зарабатывать и приносить хлеб в дом. Поэтому вопрос скорее. В правильном совмещении пропорции по времени основной деятельности, которая приносит деньги на данный момент из запуска своего проекта. Если вы хотите, вы работаете где-то на зарплату, но вы еще хотите, чтобы свой проект запустить, свой бизнес запустить. Так? Если я правильно понял, вопрос идет об этом. Если вы работаете где-то на зарплату, вам надо трудовую дисциплину соблюдать, иначе у вас отношения будут ухудшаться. И, в другой стороне, это неправильно. Вам платят, чтобы вы, можно сказать, свое время были на работе, и это время оплачено, чтобы вы делали свою работу. И мой совет к вам, мой совет к вам, работу делайте так, работу делайте так, чтобы работа превращалась в источник умственного развития. Если вы работа делаете на основе умственного развития, получается, что вы умнее станете. И когда человек делит работу на основе умственного развития, то есть я всегда читаю, что работа должна вам давать пять вознаграждений. Первое вознаграждение, которое вы должны получать, это работа должна помогать вам реализовать себя в жизни. Через эту работу вы должны быть реализованным человеком. Второе, работа должна вам давать умственные достижения. То есть вы должны стать умнее по сравнению, кто был вчера, По сравнению с годами назад, делая эту работу, вы должны стать умнее. Когда человек станет умнее, он сильнее становится. Соответственно, вы не чувствуете усталость и так далее. Работа станет источником, можно сказать, заряда энергии. Третье – это душевные вознаграждения. Вы делаете ту работу, которая вас вдохновляет. Когда вы получаете душевные вознаграждения, работа будет вдохновлять вас. Понимаете? Делая это, вы раскрываетесь, как цветок. Вам нравится. Вы эмоционально зажигаетесь. И вам будет очень хорошо. Четвертое вознаграждение – это духовное вознаграждение. Свою работу так делайте, чтобы после того, когда кто-то использует, кто-то потребляет ваши услуги или ваши продукты, он будет благодарен вам. Например, если вы ходите в кафе, вы покушаете еду и сразу поймете, какой повар там работает. Вы посмотрите на этот стол, сразу поймете, какие официанты тут работают. Когда вам бумагу принесет, вы подстрогаете эту бумагу, сразу поймете, кто там в офисе у них работает. Потому что качество работы говорит о том, что за человек работает. Духовное вознаграждение – что это такое? Когда ты так деляешь свою работу, чтобы потом люди, которые потребляют твою услугу или твой продукт, они благодарны тебе. Понимаете? Вот это духовное вознаграждение. Делять свою работу. Не топ-ляп. Делять его искренне. Максимально вкладывайте. Пусть чуть-чуть время займет, но деляйте его на высшем уровне. Максимум вкладывайте в работу, чтобы кто потребляет этот продукт или услуг, он был благодарен вам. Вот. Тогда вы получаете духовное вознаграждение. Пятое вознаграждение – это денежное вознаграждение. Работу деляйте. Только ту работу, которая позволяет вам хорошо жить. Не работайте, если эта работа не дает вам достаточно денег, которые вы могли бы хорошо жить. Но я вам даю слово. Если первые четыре вознаграждения вы правильно используете, первые четыре вознаграждения, пятое вознаграждение само собой придет. Деньги о себе сами позаботятся. Деньги у вас однозначно будут в достаточном количестве, если вы позаботитесь о первые, скажем, четыре вознаграждения, которые только что я озвучивал. Первые четыре вознаграждения вы стараетесь обеспечить, пятое вознаграждение сам придет. Гарантированно придет. Уловили? Поэтому, вот, как я делаю? Вы меня спрашиваете, что надо делать, чтобы после работы еще энергия оставалась, для того, чтобы дальше свой проект запустить. Вот оно, что вам надо делать. Сделайте так, чтобы работа давала вам это 5 вознаграждений. Я иногда 3, в середине 3 не читаю. Поверьте мне, но прихожу 15 минут или полчаса, посижу, и тут же я восстанавливаюсь. Потому что это меня вдохновляет. Это смысл твоей жизни. В этом есть личная миссия. Уловили? Тогда ваша работа – это не работа, это ваша жизнь. Вот так должно быть у вас. Когда вы проект занимаетесь, делайте, чтобы проект тоже был такой. Найдите в своем проекте продолжение своей жизни. Найдите в своем проекте что-то создающего, чтобы вы не только просто ради денег этого делали. Когда у вас есть смысл, зачем вы это делаете. Помогает ли вам этот проект быть реализованным человеком? Вот тогда она дает вам огромную силу. И на то, и на то хватает вам много энергии. Здоровье понятен, все хорошо со здоровьем, все хорошо в жизни, если рассматривать целеустремленного, чего-то хотящего персонажа. А вот что думает миллионер про здоровье? Он просто ходит в спортзал, потому что надо, или в бассейн, или занимается йогой. Что у такого человека в голове по этой теме? Понимаете, что такое быть миллионером? Миллионером – это добиться большего результата. Миллионы результатов надо сделать. Например, кто-то, если продает тарелка еда в кафе, он должен, а миллионер должен научиться продавать больше еда. Если кто-то продает квартира, например, скажем, 100 квадратных метров, миллионер должен продавать 100 тысяч квадратных метров. Значит, он должен производить, чтобы это предоставить другим людям. Миллионер – это означает, что добиться большего результата. Миллионы результатов надо добиться, чтобы стать миллионером. А что думает миллионер здоровья? Любой умный человек очень хорошо понимает, что от его трудоспособности, от его жизненной энергии зависит его успех в целом. Скажите, пожалуйста, вы хотя бы видели одного лентяя, который стал богатым? Честно скажу вам, я не видел. Я не видел ни одного лентяя, который стал успешным. Я не видел, потому что у них низкий уровень жизненной энергии. Кто станет успешными? Жизнерадостные люди, позитивные люди, энергичные люди, сексуальные люди, спортивные люди. Поэтому миллионеры прекрасно понимают, что если у него жизненный тонус падает, соответственно, во всех параметрах его жизни, и в том числе в бизнесе, и в доходе, и везде начнет пойти спад. Миллионеры это очень хорошо понимают. Что если где-то у него жизненная энергия, если пойдет спад, это потому что ты являешься источником все то, что вокруг тебя творится. Если твоя жизненная энергия пошел спад, во все параметры твоей жизни начинает пойти спад. А миллионеры это прекрасно понимают. Они очень хорошо это знают. Поэтому они идут в спортзал. Если вы внимательно посмотрите, почти 80-90% миллионера постоянно работают над собой. Потому что когда ваше тело двигается, вы больше энергии производите. Недавно в Таджикстане, 13 марта 2018 года, 13 марта 2018 года, я был свидетелем юбилея одной женщины. Ее зовут Фатима. Она живет в Таджикстане, район Ашт. Я забыл, какое село. А на дальний момент жива эта женщина. Значит, получила сейчас в дальний момент эту женщину. 126 лет. Я был свидетелем. Я пошел с ней, поздоровился. Я с Америки приехал к ней специально на юбилей. 125-летие. Не каждый местный в строительстве человека, который имеет 125 лет, правда? Я прилетел к ней, чтобы просто поздравлять ей с юбилеем. Понимаете? Когда я был у нее, она сама ходит до сих пор. Сама за собой ухаживает. Я имею в виду, сама ходит в туалет. Да, иногда помогает ей его внук. Иногда. Я взял ее за ручку, довел до моей машины. Посидел к себе на машине. Довел до дома его сновей, где все его родственники собрались и так далее. Я был в восторге от этого. Я спросил ей, задавал ей несколько вопросов. Я спросил ей, апа, как вам удалось? Вот скажите, пожалуйста, если у вас какой-то секрет долголетия, что вам помогло так? И она сказала, что, знаете, я всю жизнь работала. Послушайте внимательно. Всю жизнь работала. Я думал, ага, первый секрет. Значит, физически умеренный труд. Когда вы двигаетесь, когда вы двигаетесь, ваша жизненная способность больше. По сравнению с тем, кто меньше двигается. Вы не должны истощать себя, изнашивать себя, но умеренный физический труд. Первое, что она сказала, она сказала, я постоянно всю жизнь работала. И второе, что она сказала, то, что я для себя точно понял, она сказала, у меня очень хорошая семья. И я два важных секрета у нее брал. Значит, первый, физический труд, постоянно надо двигаться, умеренно. Второе, душевное равновесие. Семья, семья, это то, что мотивирует вас, это то, что вдохновляет вас. Она сказала, у меня очень хорошая семья. Я сидел, думал, семья может стать для вас источником надежды, источником силы. Понимаете, семья мотивирует вас, семья вдохновляет вас. Ради семьи вы больше делаете, чем ради себя. Понимаете, ради детей, ради родителей, ради родителей. Вы всегда будете стараться большего добиться, чем даже ради себя. Это внимание на братья. А вот семья одновременно может стать источником депрессии, источником разногласия, источником ссоры. Вот как вы создаете семью, от этого зависит ваше здоровье. Поэтому вот скрыт эта женщина 125 лет в двух вещах. Первое, это что? Получается физический труд. Второе, это хорошая семья. Следующий вопрос. Вы нередко упоминаете о пророках и легендарных людях прошлого, которые служат вам путеводной звездой. Вы подчеркиваете, что это мужчины. Однако истории и в Писаниях известны пророчицы, женщины, известны своей мудростью. То есть, имеется в виду, что есть женщины, которые очень известны своей мудростью. Мужчины не любят принимать советы женщин и противятся им. Речь не о семье, не об отношении мужа и жены. Мне интересно, а вы готовы учиться у современной женщины? Если да, чему бы вы учились у женщины в первую очередь? Я всегда остаюсь учеником. Я прошу Всевышнего, чтобы дали мне силы всю жизнь оставаться учеником. Если я встречаю мудрую женщину, я всегда учусь. Моя мама, она была очень мудрая женщина. Я очень многому учился у нее. И до сих пор у любой мудрой женщины, которая встречается, я учусь. Таких мудрых женщин очень много мне встретились в жизни. Понимаете? И я всегда у них учусь. У современной женщины я учусь. Почему? Если у нее есть мудрый взгляд, точка зрения, который помогает мне стать умнее, помогает мне принести больше пользы этому миру, улучшает мою систему, улучшает меня, улучшает мой характер, улучшает тому, что я делаю, я обязательно учусь. Я всю жизнь остаюсь учеником. Я никогда себя не читаю умнее других. Если я где-то делюсь своими советами, своими мнениями, своими мыслями, я это делюсь для тех людей, которые нуждаются, ищи эти ответы. А не для всех. Поэтому я ученик, я до сих пор ученик. Хотя многие меня называют наставником, но я до сих пор ученик. Я еще какой ученик, ой, я всю жизнь остаюсь учеником. Так что я учусь у всех. Расскажите, пожалуйста, как вы поддерживаете свое здоровье? Что едите? Что пьете? Как отдыхаете? Занимайтесь физкультурой. Какой у вас распорядок дня? Я об этом в предыдущем вопросе ответил. Думаю, что тот ответ, который я давал на предыдущий вопрос, подходит на это. Распорядок дня у меня такой. Я утром рано стою. Шесть часов я сплю. Я постараюсь шесть часов спать. Всегда, каждый день я стабильно делюсь на несколько направлений. Одновременно в день, один день, то есть моя жизнь, она должна обеспечить мне все то, что мне нужно для жизни. Значит, сон, это для мое тело, для этого и так далее. Сорок минут, иногда час, физический труд, гимнастика и так далее. А от сорока, иногда до полтора часа я занимаюсь чтением священной книги и вспоминанием Всевышнего. Я этим занимаюсь. Я молюсь. Надо тренировать свой духовный рост. Это очень важно. И это надо делать каждый день. Вот. А потом я занимаюсь управлением моими бизнесами. Где-то час, полтора иногда. Иногда полчаса, иногда полтора часа. Я провожу на собрании моих управляющих, моих разных бизнесов. А потом провожу... Шесть часов я читаю тренинг. Шесть часов я читаю тренинг. Потом полчаса, иногда сорок минут, иногда чуть больше. Общаюсь по скайпу, по ватсапу с детьми. А когда я дома, я, соответственно, я пораньше прихожу домой, чтобы провести время с моими детьми. Потому что для меня важно, чем они учились, как они усваивали, что у них получается, что не получается. Я хочу быть в курсе всех их событий жизни. Понимаете? Это очень важно для меня. Для меня очень важно, чтобы быть хорошим отцом для своих детей. Для моего понятия быть хорошим отцом, это означает, что... Я читаю, что если мои дети не доверяют мне свою боль, свою мечту, я читаю, что единственный человек, которым они должны делиться все то, что они мечтают, о чем они хотят, это должен буду я. Потому что я никогда не буду их критиковать, я буду их воспринимать всегда. Буду им давать ту советы, которая реально им будет помогать. А если мои дети со мной не будут делиться, значит они не доверяют меня. Значит, я не реализованный отец. Поэтому вот приблизительно вот так я провожу свое время, свой день. И это помогло мне столько времени добиться значительного результата. Мне в данный момент скоро будут 42, но с помощью Всевышнего, я читаю, что я достаточно успеха добился. По сравнению с того человека, который вышел из такой села, и не знал языка, и прошел огромный путь, пережил многого. Поэтому вот приблизительно мой распорядок дня так происходит. Вы когда-нибудь занимались спортом? Какие успехи вы достигли? Да, я занимался. Я занимался спортом. Я в школьном году занимался основным. Правда, в школьном году занимался спортом. Потом, когда я начал приходить в город, в те годы было 95-е годы, трудные годы. Я попытался ходить на карате, заходил, немножко потренировался, занимался. Но спортом я занимался гирный спорт, то есть поднимать гиры и так далее, и так далее. Ну, я не говорю вам, что я стал чемпионом или у меня есть какой-то чемпионский титул. Такого у меня нет. Я для себя любительский спорт. Постоянно занимаюсь, постоянно работаю над собой. Это мне хорошо помогает. В фитнес-клуб хожу, плавание хожу. Мне это помогает. Мужчины обычно не любят заботиться о своем здоровье. И очень боятся врачей. Были в вашей жизни моменты, когда вы понимали, что нужно что-то менять в своем отношении к собственному здоровью? Как вы это сделали? Да, были. Были моменты, когда меня зубы беспокоили. Были моменты, когда я начал поправляться. Я заметил, что незаметно я начал поправляться. Потому что я год где-то не работал над собой. И знаете, как у всех людей накапливается лень что ли, или что-то такое. И мне показалось, что это нормально. Мне показалось, что вот-вот-вот-вот я начну, вот-вот что-то изменю и так далее. Был такой момент, когда иногда начали здоровье беспокоить, начали меня. Правда, когда поправляешься, здоровье начнет беспокоить тебя. Это так и было. У меня начали здоровье беспокоить и так далее. Продуло у меня уши. Часто кондеры. Основно меня продувают. Единственная у меня проблема, которую сейчас иногда сталкиваюсь по моему здоровью, это продувает кондеры. Потому что я галстука хожу, в зале спотею, или я много разговариваю. Потом, если спотевший костюм снимаю, продувает кондер. Или иногда бывает так, что я много разговариваю, кондер работает, и голосовые связки иногда вот так устают, или ангену иногда получают. Вот это два вещь я замечаю в себе. Бывает такое. Но я обязательно каждый раз, когда что-то такое, поэтому я это убираю через баню, через массаж и так далее, и так далее. И фитотерапия через трава, через боди, боди пью и так далее. Потом очень хорошо помогает обязательно физиотерапия. Обязательно каждый год я стараюсь проехать хотя бы одну курс лечения физиотерапии. Это какие-то там согревающие процедуры и так далее. Чтобы из глубины, из кости убрать вот это все, то, что от кондера попадает. И баня мне помогает. Я любитель бани. Очень хорошо умею париться, и это очень сильно помогает вам. Надо научиться париться, надо ходить париться. Париться очень сильно помогает вам. Мне помогает. Думаю, что если вам это подходит, то тоже попробуйте. По меридианам особенно попариться, по меридианам, по всем акупунктурной точке тела, специальные места в теле, которые, если вы едете вместе, и попариться хорошо, а потом массаж делить, это очень сильно помогает. Сайднур Раджабович, у меня короткий и простой вопрос. А какой вы сами ученик? То есть, как ученик, кто вы? Я очень ученик, который, знаете, я такой ученик, который постоянно учится. Как ученик, я очень хороший ученик. Я никогда под сомнением не ставлю, что говорит мой наставник. Знаете, я никогда не спорю со своим наставником, потому что, если наставник сказал так, я просто пойду делаю. Некоторые вещи делая, потом понимаешь просто. Есть вещи, которые просто надо делать. Я, как ученик, всегда стараюсь, чтобы быть полезным для своему наставнику, для окружающим, для моим наставником, скорее. Поэтому, что говорят мои наставники, лично я под сомнение не ставлю. Никогда. Наверное, я такой ученик сам, поэтому очень мечтаю таких учеников. Потому что я верю, что ни один наставник не толкает своих учеников вниз. Ни один наставник никогда не толкает своих учеников проблем. Любой наставник мечтает, чтобы его ученики добились большего. поэтому как ученик я такой ученик я выполняю всегда понимаете иногда порой я постараюсь два раза больше для чем мои наставники дают мне заданий потому что если ты научишься два раза больше для чем у тебя просит тебе среда стигаешь цель если мне просили школьный год я так делал и много я добился если мне учителя просили готовить одну стих я его сделал два раза два стиха изучал например 12 дневник каникулы январе я и был книга бахуриот сайдой нас а это бахуриот автор забыл сайдой нас афи по-моему это великий один из великий персидский поэт я вот это бахуриот наизусть изучал семидневные каникулы были ноябре я изучал у мархаёма больше больше тысячи рубая понимаете никто их мне не просил такого дела я сам просто изучал почему потому что если мне говорили сделать одно я делал больше школьный год я очень много математических тестов решал это помогало мне поэтому как ученик я такой мой наставник если миска один раз прочитали совершение книги я читали в два раза это помогало как ученик я очень исполнительный следующий вопрос какое самое частое возражение со стороны своих слушателей и подписчиков и встречайте чаще всего откуда растут его корни как вы обычно отвечаете на него сами чаще всего возражение я слышу со своих со стороны своих учеников это последнее время это кто-то который я чаще слышу чаще встречаю и раньше этого не было это мой русский язык мой акцент последнее время начали стать таким некоторые начали меня обсуждать задать вопросы почему сами не учите и так далее так далее а такого возражения по поводу тематика по поводу знаний которые даю я не могу сказать вам что сильные возражения слышу большинство людей в начале игнорирует мои слова в начале их раздражает они вот сидят как-то вот так некоторые да например но потом через полчаса они начнут осознавать вникает мою философию вникает в том что тоже те вещи которые я говорю они нужны они начнут вникать что этого надо делать они начнут это осознавать и начнет больше 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 в них чем больше они вникают тем больше не начали меня уважать это так но тут в вас вопросы так далее по соцсетях которые я вижу это мой акцент мой русский язык но эти ребята которые сейчас начинают мне об этом говорить он не мой слушатель я вам объясню смотрите я больше вступаю территории снг соответственно я больше выступал средней азии сейчас уже кавказы и так далее начнем уже по территории всей россии и так далее внимание обратите если посмотрим бывший ссср бывший ссср 15 республика тех местах где выступаю большинство количества людей идеально не говорят на русском понимаете поэтому я наоборот не учусь русский язык до на данный этапе идеально говорит и до сегодняшний научил достаточно своих слушателей потому что большинство количество из них они не идеально не разговаривают есть и которые идеально разговор и их небольшинство количества людей они не являются моим слушательом они все равно не ходят пока ко мне на тренинга теперь начнет ходить, потому что мир меня начнет признавать, большинство начнет признавать, они начнут ко мне ходить. А теперь, русскоязычные ходят ко мне на тренинг? Да, очень многие ходят. А теперь, ко мне какой категории русскоязычных человек ходит? Те категории людей, которые имеют духовный интеллект, те категории людей, которые в жизни что-то пережили, подъемы, падения, страдания. Для них мой акцент не важно. Важно качество мыслей, качество совета, который отдаю, качество урок. Контент важен для них. Поэтому они не смотрят на мой акцент. Они, наоборот, мне говорят, да Владов, вы говорите понятные вещи, и нам достаточно это. Я пришел сюда за знание, а не за того, чтобы на вас посмотреть или на ваш акцент, или обсуждать вас. Поэтому, мой слушатель, это видите, большинство из них, они идеально не говорят на русском. Сами подумайте, если я идеально говорил бы на русском, я мультимиллионер, я доктор наук, профессор и так далее, и так далее. Когда меня слышит обычный парень, который у него полно проблем дома, он что думает? Конечно, ты ученый, конечно, ты и так, и так богатый, конечно, тебе легко. А вот в моем случае мне тяжело. То есть, когда я оказываюсь, акцентами говорю, ошибками пишу и так далее, глядя на меня, он начнет говорить, если он сделал, я могу. Это, наоборот, ему вдохновляет, это ему даст уверенность. Я работаю для своих учеников, я работаю ради них. Я не учусь русский язык и не учился до сегодняшнего дня именно ради этого, чтобы была возможность большему количеству своих слушателях помогать. Со временем я буду учить русский язык. Буду, почему нет? Нужно время. Я его научу. Но от того, что я идеально буду говорить на русском, вряд ли кто-то станет богатым. Но от того, что послушать мои советы и вникать в них, он точно станет богатым, успешным, практикуя, конечно, эти знания. Дорогие друзья, ставьте лайк под нашу рубрику, рекомендуйте своим знакомым друзьям нашу рубрику. Посмотрите почту, которую видите внизу и пишите свои вопросы, пишите конкретные вопросы. С радостью будем отвечать. Поделитесь нашим рубриком другим людям. Распространяйте среди своих друзей и знакомых, потому что что-то из этих ответей, кому-то из них поможет. Станьте причиной счастья и успеха других людей. До новых встреч!